Наши победители. Нижегородские школьники и участники почетного караула стали лучшими на всероссийском слете активистов движения «Пост номер один», прошедшей в конце сентября в Севастополе. С уверенной победой наших ребят поздравил глава Нижнего Новгорода Иван Корнилин. Старшеклассники 18-й школы областного центра успешно продемонстрировали не только свою физическую и начальную армейскую подготовку. Блеснули на ура и знаниями родной истории. Был конкурс по истории Великой Отечественной войны, знания ОБЖ, знания техники и вооружения нашей страны. Был конкурс представления команд, был конкурс выступления на пост и была сборка-разборка автомата. К соревнованиям было достаточно трудно готовиться, но поскольку много сильно готовились, вот результат. Результат говорит сам за себя. Юные нижегородцы стали лучшими среди почти 40 команд со всей страны. Конкуренция колоссальная. Победа, конечно, сначала казалась неожиданной, но то, что наши ребята по праву завоевали титул, сомнений уже нет. Кстати, на прошлогоднем всероссийском слете активистов движения «Пост номер один» нижегородцы были лишь 15-ми. Очень было серьезно много команд. Когда мы узнали, что мы заняли первое место, мы даже не поверили сначала, потому что мы так были удивлены. Думаю, боже мой, неужели это мы? Я считаю, что они служили своим отношением к делу, своим отношением к тем людям, которые подарили нам этот мир. И их внутреннее содержание, их жизненная позиция, мне кажется, помогла им совершить такую красивую победу. Патриотическое воспитание дает свои плоды, ведь кому попало нести почетную вахту памяти, не доверят. Жесткий отбор позволяет встать в эти ряды только лучшим и достойным. Вся эта вахта – это знак, что мы отдаем почесть погибшим солдатам, бойцам во время Великой Отечественной войны. Это очень важная работа, мы хоть как-то должны им отплатить. Ты раскрываешь себя, показываешь, на что ты способен и чем можешь ты помочь своей России и Родине. Это здорово, это патриотично, это уважение к старшему поколению, это знание истории нашей страны, истории нашего города. Это символ того, что нужно беречь. Самое главное – беречь эту историю и уважение к старшему поколению. К слову, почетную вахту памяти на посту номер один в самом сердце Нижегородского Кремля у Вечного огня ежегодно несут около 900 школьников областного центра. Кстати, традиция не прерывается уже на протяжении 36 лет. Продолжение следует... Продолжение следует...